Каждый день десятки выездов. Взрывотехники Росгвардии проверяют сумки, коробки, игрушки. Забытые и оставленные. Что, кроме интуиции, помогает обнаружить опасность? Наш корреспондент Мстислав Ставничий примерил костюм сапёра и изучил техническое вооружение бойцов Росгвардии. Взрывотехника Не очень хорошо, что в случае взрыва, наверное, даже куча. Проводок красный, проводок синий, да, решет, решет. На самом деле, скорее всего, в жизни это всё не так. Это всё должно быть красиво, потому что обычно люди собирают взрывные устройства, имея то, что у них имеется под рукой. Помните, как замирает сердце, когда киногерой разминирует бомбу? Взрывотехники такие фильмы смотрят редко. С мобильной бригадой выезжает и четвероногий детектор по кличке Орка. Собак для работы готовят полгода. Собака находит игрушку, этой же игрушкой её хвалят. Потом постепенно к этой игрушке докладывают какой-то искомый запах. В автобусе целый арсенал технических средств. Это разрушитель. Если есть какой-то взрывоопасный предмет, либо мы видим, что его уже, да, руками нельзя разобрать, то мы, естественно, можем его разрушить. На всё есть специальный заряд, но это минимизирует срабатывание каких-то взрывоопасных предметов. В портативной лаборатории делается забор воздуха, нажимается кнопкой и на табло показывается, какое вещество в данный момент находится, либо в сумке, в коробке. Это коршун. Он показывает полупроводники, допустим, это элементы питания, это провода, ну, всё, что может использоваться в самодельных взрывных устройствах. Это рентген-комплекс переносимый. Непонятно, что будет внутри, поэтому всегда просвечиваем, всегда смотрим. Взрывотехникам, как и снайперам, может стать не каждый. Нужен особый характер. Нравится работа, нравится этим заниматься. Ну, первое, что это, естественно, помогать людям. Такой, может быть, какой-то тяжёлый момент, когда может настать. Без этого уже не можешь. Хочется работать, опять же, и свои навыки всё-таки усовершенствовать. После входящего сообщения о предполагаемом взрывном устройстве группа выезжает уже через несколько минут. После трагедии в метро количество обращений выросло в десятки раз. Проверять – это их работа. Есть такое негласное высказание. Не вами положено, не вами должно быть поднято. Мстислав Ставничий. Степень защиты.